Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». В начале апреля у нас в городе произошло знаменательное событие для мира боевых искусств, а именно прошел третий семинар по кабудзюцу. Для рязанских спортсменов его провел обладатель шестого дана в карате и кабудзюцу Джулиан Митт. И сегодня Джулиан Митт вместе с обладателем черного пояса в стиле СН Станиславом Миримоняном у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Джулиан, ну первый вопрос к вам. Я думаю, наверное, нашим зрителям было бы интересно узнать, когда вы начали заниматься спортом и почему для себя вы выбрали именно боевые искусства. Я увлекся боевыми искусствами, когда мне было 16 лет. До этого занимался боксом. В тот момент в Лондоне восточные единоборства стали очень популярны. Я тоже решил попробовать, тем более, что многие мои друзья тоже были ими увлечены. Свой путь в боевых искусствах я продолжил с японским учителем, сэнсэем Китамуру. Вначале я был просто очарован этим видом спорта, ведь там я мог использовать в бою не только руки, но и ноги, в отличие от бокса. Тогда и начался мой путь, путь многолетних занятий. Я знаю, что вы 6 лет учились в Японии, а как вообще получилось, что вы попали в Японию и остались там на такое значительное время? Я считаю, что когда ты начинаешь чем-то заниматься, нужно как можно глубже это изучить. А в боевых искусствах нужно тренировать не только тело, но и дух. Впервые сэнсэя Инууи я встретил, когда он приехал в Великобританию в 79-м или 80-м году. Я был удивлен, что этот некрупный построение японец может так хорошо двигаться и может показывать настоящее каратэ не только для больших людей, но и для маленьких, не только для сильных, но и для слабых. Джону Салливану, моему английскому учителю, было 65. Он был очень большой и сильный. И многие люди думали, что боевое искусство только для больших людей, не для женщин, не для маленьких людей. Однако сэнсэй Инууи не был большим, но его техничность поражала. И после этого я захотел побывать в Японии. Сэнсэй Салливан предложил поехать в Японию, а сэнсэй Инууи одобрил это предложение. Я продал все, что у меня было, оставил очень хорошую работу и все для того, чтобы осуществить свою мечту. Я сам поехал в Японию и встретился с Джоном Салливаном в Токио. Там мы пробыли всего лишь одну ночь, а потом уехали за город, где располагалась Додзио Сэнсэя Инуи. Утром я должен был быть в Додзио в 6. Когда я туда пришел, то увидел, что сэнсэй Сэлливан уезжает на такси. Он мне сказал прощай, удачи и уехал. Я был ошарашен. Был такое чувство, что я прыгнул в холодную воду. Я не говорил по-японски, я не мог говорить по-английски в японском Додзио. Это стало началом моего приключения. Мне было сказано, что тренировки проводятся дважды в день, утром и вечером. Никакого отдыха, никаких удовольствий, только тренировки. С трудом я начал изучать японский, чтобы выжить, потому что я не мог ничего говорить, кроме доброе утро и добрый вечер. Тренировки очень отличались от тренировок, которые проводят на Западе. В Японии есть такое понятие, как мучидо, то есть повторяй это снова. В Японии учат посредством тела, а на Западе посредством языка. В Японии я не говорил так много, это было шоком для меня. У меня было множество вопросов, но впервые не было возможности их задать. Только мучидо, повторяй, повторяй. Вот такой способ обучения в Японии, отличный от западного. Я тренировался с большой страстью, очень интенсивно. Я думаю, сенсей Иноуе заметил это. Я планировал остаться в Японии на шесть месяцев, но после шести месяцев я задал себе вопрос, а хочу ли я уехать. Сенсей Иноуе был очень проницательный. Однажды утром он спросил меня, хочу ли я остаться. Я сказал, да. Он сказал, что организует это. Мой план остаться на шесть месяцев перерос в шесть лет. Когда я занимался в Англии, я думал, что я хорош. Когда я приехал в Японию, я понял, что это не так. Но сенсей был очень сильным учителем, очень добрым. Я его считаю своим вторым японским отцом, потому что я был очень молод. Мне было всего 22 года, когда я приехал в Японию. Он показывал мне дорогу познания боевых искусств. Мы часто с ним вели долгие беседы. Я ездил с ним и его женой осматривать различные достопримечательности Японии. Он показал мне японскую культуру, историю, этикет, язык, то есть не только боевое искусство, а намного больше. Когда ты молод, тебе кажется, что понимаешь все, что тебе говорит учитель. Но проходит время, и ты осознаешь, что только сейчас начал понимать, что он имел в виду. К сожалению, его сейчас нет со мной. Но мне хочется сказать, да, вот сейчас я все понял. Обучение сочетало в себе различные виды боевых искусств. Рукопашный бой, каратэ, айкидо и кабудзюцу. Кабудзюцу занимались только обладатели черного пояса в каратэ. Когда я приехал в Японии, конечно, хотел обучиться всему и сразу, но мне пришлось ждать, пока мне не сказали, да, ты готов для этого. В этом отличие от Запада. На Западе все предлагают научить тебя всему, а в Японии исторические ученики приходили к учителю и спрашивали его, сенсей, могу ли я заниматься у вас? И учитель решал, да или нет. Сейчас учитель сам зовет учеников в додзю. Он хочет иметь множество студентов, но раньше в додзю не было много учеников и учитель иногда отказывал. В современном мире все перевернулось. Теперь это бизнес. Станислав, насколько я понимаю, вы сыграли не последнюю роль в организации семинаров у нас в Рязани. Как вы познакомились с Жулианом и как вам удалось все это организовать? Познакомились с Жулианом Мидом в 2009 году в Москве на семинаре. Заинтересовались этим вообще всегда нас с братом привлекала работа с оружием. И случайно попалась книга, мы собирали информацию, случайно попалась книга, которую мне подавила моя ученица. Это книга учителя Джулиана Мидом от Акацуиной. Мы стали заниматься по этой книге. Потом нам попалось в руки видео, где Джулиан Мид показывает как раз эту технику работы с Бо на семинаре в Москве. Потом через некоторое время мы узнали, что он приезжает в Москву и проводит семинар. Мы поехали на этот семинар, взял с собой эту книгу, показал ее сенсею. Он увидел, сказал, что это его учитель. Вот в этом додзе он тренировался. Так мы познакомились на этом семинаре. Потом мы думали, что в дальнейшем сенсея будет дальше приезжать в Москву. Но так получилось то, что он перестал приезжать в Москву. И три года, в общем-то, мы не имели никаких связей. Потом мы с ним связались, нашли его в фейсбуке, стали переписываться, общаться. Вот. И возникла такая идея – пригласить его в Рязань. Сначала думали, что это нереально, что это невозможно, что он не приедет. Вот. Но мы предложили, и сенсей сразу откликнулся и сказал то, что да, я приеду в Рязань и проведу семинар. А вообще, как вы планируете развивать Кабудзюцу в нашем городе? И насколько это интересно нашим спортсменам? И как вы вообще, если планируете, то каким образом? Это будет филиал той ассоциации, основателем которой является Джулиан Мид, или же какая-то своя отдельная структура? Насколько нам объяснил сенсей, то есть мы сдали на первый пояс в Кабудзюцу, это четвертый кюл. Вот. И вступили в ассоциацию Рюки Кабудзюцу в Великобритании. Открыть свое отделение мы можем только, когда мы сдадим на черный пояс по Рюки Кабудзюцу. Интерес очень высокий. Ученикам очень нравится заниматься этим направлением. Так что мы собираемся развивать это направление в дальнейшем и в Рязани, и стараемся максимально его пропагандировать, насколько можем это делать. Джулиан, насколько я поняла, Кабудзюцу могут обучаться только те, кто достиг достаточно высокого уровня карате. А сегодня, привлекая учеников, обучая их и принимая участие вот в таких семинарах, вы тоже придерживаетесь этого принципа и проводите вот эти семинары, свои занятия только для тех, кто получил черный пояс? Нет, сейчас все не так. Дело в том, что карате был очень популярным в 80-е годы, но к 2005 году интерес к нему стал пропадать, и многие начали заинтересоваться Кабудзюцу, начали приходить в мое додзио. Теперь передо мной встал вопрос, отделиться от них или рассказать им о данном стиле. Я и мои коллеги решили, что единственный выход – показать, что такое настоящее Кабудзюцу. Хотя, конечно, это отход от древних традиций, но мы решили попробовать. Сложно было, потому что последователи разных стилей воспринимают карате по-разному, но когда вы собираете их вместе и как минимум год тренируете их вместе, то примерно через год они начинают думать так, как это нужно в Кабудзюцу. Но в Рязани я видел достаточно много молодых людей и детей, которые интересуются Кабудзюцей. Вообще, не тренирую детей. Ваш город – это единственное место, где я занимаюсь с детьми. Я был очень удивлен, когда приехал в Рязани и увидел детей, но их дисциплина меня поразила. Они в состоянии заниматься целых 4 часа в строгой дисциплине, с увлечением. Я не изменил свое мнение, я не буду учить детей в Европе, но в Рязани я понял, что это возможно. Может быть, только здесь. Что ж, спасибо вам большое, что вы нашли время приехать к нам в студию, с нами побеседовать. Ну, а мы прощаемся с вами до следующих встреч. Надеюсь, что они будут не менее интересными. Субтитры сделал DimaTorzok